Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я продолжаю рассказ на тему, как вырастить большое количество рассады для продажи, но именно томатной, не имея теплицы. Так как эта тема очень долго, ее рассказывайте подробно, я разделила на несколько частей. Первая часть уже вышла. Кто начал смотреть вот именно с этой, со второй части, я потом немного расскажу предысторию. Я показывала в прошлом году, как я выращиваю рассаду для продажи на улице в тоннелях. Было видео под названием «Сибирские томаты пережили мороз минус 4 без дополнительного подогрева», где я снимала их в момент похолоданий. Потом было видео под названием «Рассада томатов в тоннелях пережила все заморозки 2017 года», где она уже выросла. Вообще про тоннели часто спрашивали, было много видео, и многие-многие огородники заинтересовались этим методом и хотели бы сами попробовать, те, у кого нет теплиц или просто в холодных регионах, рассказать более подробно про эти тоннели. В том году я не стала рассказывать, было уже поздно, но в этом году я буду рассказывать все подробно, до самых-самых маленьких мелочей, чтобы у вас не было ошибок, вот как у меня, или потерь. В первой части я рассказывала, как я начинала вообще свою огородную историю, чтобы все начинающие огородники понимали, что все проходят период обучения ошибок. А я рассказывала, как все изменилось, стало расти у меня, как в сказке, как стали большие урожаи у меня получаться. Только после того, как я поняла, что ожидать богатого урожая нужно, перед тем, как ожидать, сначала отдать свой труд, свою заботу и полюбить растения. И также в той первой части я подробно описала, как устроен тоннель, на каком расстоянии я выставляю свои дуги. Вот я чертеж даже вот этот показывала. Про внутреннюю и про внешнюю дугу. Кто смотрел, тот помнит про длину грядки, про ширину, сколько отступать сантиметров, какая рабочая поверхность грядки. А сегодня я подробно расскажу о сортах, пригодных для такого выращивания, и о схемах высадки сеянцев на грядку. Конечно, даже начинающим и всем остальным ясно, что не каждый сорт можно высадить в открытый грунт в апреле месяце, да еще в сибирском регионе, и сидеть надеяться, что он выживет заморозки до минус пяти, хотя даже и двойным укрытием укроем. Это нереально. Перед тем, как я остановилась окончательно в выборе сортов, я перепробовала их очень много. Подходят далеко не все. Поверьте, все это было методом пропа ошибок, и вот то, что я говорю, это уже все опробовано, и можно не испытывать. Так что сразу откидывайте все высокорослые сорта, типа Дебарао, Золотая рыбка, Космонавт волков, Розовый гигант, Оранжевый гигант и много других. Также туда уйдет бычий лоб, сразу выбрасываем такие, как Пудовик, сразу выбрасываем. Ботяня, о котором я говорила, тоже сразу выбрасываем. Золотые купола, типа этих, все крупноплодные, высокорослые, они нам не подойдут. Останется сортов не очень много. И сейчас объясню, почему они не подойдут. Даже не потому, что они обязательно замерзнут. В случае с высокорослыми сортами, нас в тоннелях подстерегает другая неприятность. Они очень быстро вырастают в высоту. И упираясь в потолки вот этих тоннелей, деформируются и даже обгорают. Я пробовала один раз вырастить этим способом король гигантов. И весна была в этот год ранняя, не было ни морозов, ничего. Вся рассада росла, как на глазах. Но очень скоро все короли у меня уперлись в потолок тоннеля и стали обгорать. Открыть тоннель я еще не могла, по срокам было очень рано. И возможно были возвратные заморозки. Но вот вся эта рассада загнулась вся. И верхушки с зачатками цветочных кистей сгорели совсем. Ясно, что если у них разная длина, я вам сейчас покажу. Пока вот этот вот растет, высокорослый, он уже упрется и может даже сгореть. И растущие же вот на этой грядке вместе с королями, я делала как сборник, сборную грядку, низкорослые и детерминатные сорта, чувствовали себя прекрасно до самого дня открытия тоннелей. И к положенному сроку дали отличную рассаду. Вот после этого года я сделала вывод. Высокорослые лучше не высаживать сюда. И никогда не высаживать сорта с разной высотой рассады. Это был мой горький опыт, не повторяйте. В тоннелях нужно выращивать рассаду только детерминатных, низкорослых сортов. Рассада получается невысокой, крепкой такой, красивой, яркой, зеленой. Она не падает, не вянет на солнце во время продажи. И что очень немаловажно, с таких сортов нет отходов на лом или другие списания. У вас прекрасно ее будут забирать даже оптовики, потому что нет у них вообще совсем никаких потерь с таких сортов. Идеальные сорта, которые я использую. Только те, которые имеют толстый стебель и мясистые, объемные такие гофрированные листья. В них очень много влаги и они почти не вянут. Они как утром их выставили, они на продажу, так же они и вечером у них. Из крупных, вот который сорт более-менее крупный, такой крупноплодный, это демидов, настенька, алтайский сюрприз, жаростойкий, болезньоустойчивый, петруша, огородник, сибирская тройка. Вот сибирская тройка, она такая продолговатенькая. Роза ветров, более мелкие это ринет, полюс, таймыр, аляска, буян, гном, снежная сказка, дюшес, штамбовый, засолочный. Вот метелица, идеальный вариант для тоннелей, для массового выращивания. Вот снежная сказка, они более мелкие, чем настенька и демидов. Но они тоже хорошие, они как, ну, люди покупают их для получения раннего урожая. Да, они маленькие, плоды помельче, они быстрее спеют. Короче, выбираем только те, которые изначально по своим сортовым характеристикам коренастые и не вытягиваются в рассаде. К сожалению, производители не всегда указывают эти качества, но это вы проверяете сами. Половина вот моих сортов, которые я назвала, это сибирской селекции. Но я уверена, что если вы живете в другом регионе, у вас тоже есть какие-то свои местные детерминантные сорта с толстыми стволами, мясистыми листьями. Нужно их только найти и все испытать, опробовать. И хочу заметить, что некоторые, казалось бы, такие, как вот взрыв, это ранний, потом вот ультраскороспелый, казалось бы, тоже вот сам бог велел туда его посадить. Король ранних. А нет. У них совсем другой стебель, у них тонкие нежные листики. И они в этих тоннелях, во-первых, могут подмерзнуть, а во-вторых, они как, увядают быстрее на жаре. Если вы вырастите массово и будете делать выемку рассады, она от утра до вечера не всегда доживает. Только с толстыми стволами и мясистыми листьями. Дальше идем. Теперь скажу сразу о сроках посева. Сею в привычные для нашего региона сроки, в те же, что и обычные томаты, для открытого грунта. Это в середине марта. Начинаю примерно 15-20 числа и заканчиваю 25-28. Так как у меня большое количество, то я сею на протяжении нескольких дней с утра до вечера. Ведь мне необходимо, и вам это тоже будет необходимо, чтобы был один срок посева. То есть вся рассада имела один возраст. Потому что и высаживать ее я всегда планирую в один срок, тоже в течение недели. И нам нужны в тоннелях равномерные посадки. Опять про то же, чтобы не была одна больше, другая меньше. Мы в одно время их закрываем и в одно же время их мы будем открывать. Если у вас небольшой объем, можете выбрать любой день во второй половине марта. Даже если вы посеяли чуть раньше, рассада этих сортов не перерастет. Это характеристики именно этих сортов не вытягиваться в рассаде. Она только крепнет, толстеет и все. После посева в течение месяца от вас уже не потребуется ничего, только полив лотков. При посеве 15-20 марта, примерно через месяц, 15-20 апреля, я начинаю высаживать рассаду в тоннели. Последнюю неделю перед высадкой лотки с рассадой у меня уже стоят на улице и привыкают к солнцу. На ночь в холодную погоду лучше заносить. Но если весна теплая, у меня они остаются и ночью на улице. Закаливание это такое. Теперь о схеме высадки сейчас будем дальше. Вот накануне вечером хорошо полить лотки, но не переливать, иначе завтра грунт в лотке будет такой, как грязь жидкая и не будет рассыпчатым. Выемка сеянцев доставит вам много хлопот. Много сеянцев сразу вынимать нельзя, нужно постараться оптимально сократить время ожидания. То есть от выемки из лотка до высадки в грунт на грядку должно быть совсем мало времени. Она чтобы корни не успели подсохнуть, то есть делать все возможное, чтобы растение даже не заметило, что вы его перекинули с одного места в другое. Тогда приживание будет прям молниеносное, и они пойдут в рост сразу же на следующий день. Вынимаем не по многу, или половину, или даже треть лотка. Рассадили это количество, вынимаем другую половину. Причем все дырочки под сеянцы нужно сделать заранее, до выемки растения из лотка. Я делаю так, я вот вам даже нарисовала. Маркирую всю грядку, вот маркирую. То есть намечаю помидорными колышками путем надавливания будущие рядки. Так вот прикладываю, вдавливаю, прикладываю, вдавливаю, прикладываю, вдавливаю. Так же как посев в лотках. Вот считайте, что как будто мы производим пикирование, пикировку в большой-большой такой огромный лоток. Вот мы пикируем. Намечаю рядки, потом делаю палочкой дырочки. Вот дырочки уже заранее делаю. Желательно сразу сделать, например, пол грядки, потом засаживать. Грядка широкая, я вот так визуально делю на две части. Сначала сделаю дырочки на одном, перехожу, тут дорожка. Сделаю дырочки на другом. У меня примерно 16-15 дырочек получается. Вот 8 с этой стороны, 8 с этой стороны или там по 7. Делаю дырочки. Все это уже когда готово. И только потом я иду вытряхивать сеянцы из лотка. Беру в руки и начинаю по одной. Разложу, быстро-быстро-быстро разложу. Тут же пошла быстро-быстро-быстро, все загребла. Все это надо делать моментально. Это для растений очень хорошо. Вот между этими рядками, вот между каждым рядком, произвольное расстояние 7-8-10 сантиметров. От 8 до 10. А между сеянцами в рядку, вот так вот, примерно такое же расстояние, тоже 6-8-10 сантиметров. И при такой схеме посадки на одной грядке длиной 8 метров размещается полторы тысячи корней. Вот если 8 метров, мы вот так вот раз-раз-раз промаркируем 100 рядов примерно, по 15 штук, полторы тысячи. Нужно садить, высаживать, ну, желательно всю сразу грядку не растягивать, потому что, как я говорю, что одна рассада уже тогда у вас примется, другая только будет. Надо делать нам равномерность. Засадили. Если теплую ночь, оставить можно до следующего дня. Обычно выбираю я теплый период в 3 дня. Вот первый день посажу, оставляю неприкрытую, на следующий день уже начинаю закапывать, кидать эти материалы укрывные. В хороший год вырастают все. В неудачный год во время лютых весенних морозов до минус 7 градусов замерзают крайние ряды по всему периоду. Вот здесь вот, короче, один ряд вот этот замерзает, вот этот, вот этот и вот этот. Прямоугольник вот один ряд весь подмерзает. Он даже если не совсем замерзает, они замерзают вот в верхушечке с точкой роста и все, я их выбрасываю. Остальные все сохраняются. Никогда не подогреваю, потому что приходится в это же время греть 3 теплицы, в которых более такая элитная рассада. Она вот, которая для меня, для посадок в огород, потом высокорослая рассада, которая в теплице высажена. И там уже тогда приходится ставить обогреватели, а эти выживают сами, как могут. Но вот за много лет не было случая, чтобы замерзло все. В теплице потери были чаще. Из-за перерастания и полегания. Вот знаете, наверное, когда взрослые посевы рассады вырастают, очень большие, весна если теплая, то по принципу домино. Они когда большие, у меня прям буквально за несколько дней до начала продажи упал один ряд, и все за ним раз, так-так-так-так, и пошли-пошли. И вся теплица полегла. Все, это потери, ты ее уже никак не восстановишь. На улице они не падают, они короткие, коренастые. Еще раз повторю, что рассада на улице не вытягивается, из-за того, что на поверхности прохладно, у рассады сильнее развивается корневая система. Зелень потом очень быстро нарастает, как только наступает тепло. Я вот на сегодня закончу свой рассказ, а в следующих видео я расскажу, какие укрытые материалы я использую, как закапываю, чтобы получить термостоннель и многое другое. Ведь еще очень много нюансов, связанных с нашей погодой. Я почти никогда не делаю два укрытия одновременно. Вот первую дугу я закрываю сразу, это однозначно. Но иногда бывают такие благоприятные условия, что вторая внешняя дуга, я ее ставлю, но у меня открыта. И остается открытой до самого конца, потому что нет морозов. Просто я всегда на готове и при малейшем похолодании сразу раз и накрываю второй слой. Вот повторяю выводы, которые я хотела вам донести уже после первой части, что экспериментировать можно и нужно. Иногда результаты превосходят все ожидания, но при этом всегда есть риск потерять все растения. Природа непредсказуема, вы должны быть готовы к отрицательному результату. И что нужна каждому садоводу, такому экспериментатору, крепкая нервная система. Если вы не оптимист, тогда лучше не беритесь, моральную травму получите. Если вот, например, высадите две грядки, 3000 корней замерзнет, вы этого можете не пережить. Технология выращивания очень проста, как вы понимаете. Нужно только трудолюбие, упорство. Начинать лучше с маленького количества. Высадите одну грядку, понравится, потом увеличьте. Осваивать новые способы выращивания рекомендую только после детального изучения вопроса. Вот к вышеизложенным выводам первой части сегодня добавлю еще. Не выращивать в тоннелях высокорослые сорта. Не высаживать на одну грядку разные сорта, если они имеют разную высоту рассады. Незакаленную рассаду высаживать в тоннеля нельзя. И не загущать посадки, выдерживать расстояние между сеянцами. А в остальном, повторюсь, если есть желание, значит будет и результат. Лично у меня всегда все задуманное получается. Если не с первого раза, так со второго. Если не со второго, так с десятого. Когда-нибудь получится. Желаю всем удачи. Советую учиться все-таки на чужих ошибках. На моих, например. Это видео, есть еще печатная версия, она будет размещена у меня в группе. Огородная азбука Ольги Черновой. Можете почитать печатный вариант. И там будут фото приложены схем моих. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю всем экспериментировать, искать что-то новое и добиваться хороших успехов.